Итак, 24-25 ноября состоится ежегодный форум предпринимателей и топ-менеджеров Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Комсомольска, Амурска и Биробиджана, НЕМОСКВА. Он станет большой платформой для обмена опытом и знаниями, на которой можно получить актуальный контент от спикеров-практиков, поучаствовать в различных форматах нетворкинга и найти эффективные ресурсы для развития собственного дела. Только реальные и применимые инструменты, которые можно внедрить здесь и сейчас. Львина доля времени на форуме отведена лекциям и вопросам участников-спикерам. Ключевое правило таких слетов – люди на сцене, практики и преимущественно дальневосточники. Ведь подавляющее большинство инструментов, которые подают на западных формах, не применимы в дальневосточных реалиях. А примеры и опыт работы местных успешных предпринимателей сработают. Сегодня у нас в студии автор образовательного проекта НЕМОСКВА Руслан Ибрагимов. Давайте все подробности узнавать. Доброе утро. Доброе утро, друзья. НЕМОСКВА уже не в первый раз, далеко не в первый раз проводится. Интерес предпринимателей не угасает ли? Слава богу, растет. Только это, несомненно, радует и говорит о том, что мы на правильном пути. Поэтому год назад у нас было 266 человек на форуме. Сейчас мы прогнозно идем на полный зал 403 предпринимателя со всего Дальнего Востока. Я думаю, это такой важный маркер о том, что хороший контент, полезная информация, есть эффективность, главное, вот этот нетворкинг работает. Как-то так. А спикеров заинтересованы? Сколько их будет в этом году? Какие это спикеры? Да, спикеров в этом году 16. В этом году мы впервые делаем историю про параллельные доклады, то есть одновременно в двух залах. Выбирать. Да, смогут гости форума выбирать. Спикеры, как верно было подмечено, то есть преимущественно дальневосточники. Это и наши хабаровские ребята, это и из Благовещенска, Владивосток. Если говорить про хедлайнеров, кто, скажем так, звездочки в этом году, то уже второй раз подряд, вот в апреле приезжал к нам, очень всем понравился. Это будет Владимир Якуба, один из самых известных реалити-бизнес-тренеров по продажам. И это наш дальневосточник из Владивостока, Денис Балюра, это основатель IT-компании Tomorrow. Они за два года выросли действительно в 46 раз. И у них сейчас есть филиалы, то есть они прямо из Владивостока пошли, есть филиалы в Индонезии, в Дубайске, поэтому мне кажется, очень интересно как раз-таки из первых уст дальневосточника послушать, как они сделали так, что их компанию оценили в 2 миллиарда и в 46 раз за два года они выросли. Ну вот не просто же они будут рассказывать о том, а вот так это была такая история. Все-таки какие-то темы обозначены, какие? Вообще, в целом, все крутится всегда вокруг четырех ключевых аспектов. Боли у бизнеса примерно одинаковые. Это личность, то есть что у собственника в голове, мне кажется, это крайне важно. Продукт, что продавать, как это упаковать, продажи, собственно, кому и как, да. И построение команды, конечно, мне кажется, это там после личности вторая по важности тема. И вокруг этих областей, скажем так, все годы существования не Москвы, крутятся выступления спикеров, этот раз исключением не будет. А вот в качестве участников вы, слушатели, вы кого ждете? Это будет особо интересно для новичков или это уже интересно будет для таких опытных маститых, у которых уже вот в голове сформировались основные проблемы, которые нужно решать? Учитывая дальневосточную емкость рынка, мы не можем себе позволить делать отдельный форум для начинающих предпринимателей. Почему, собственно, параллельные доклады мы внедрили? Стараемся охватить как можно больше аудитории, но если смотреть на прошлую аналитику, то преимущественно более 70% это действующие предприниматели, это малый бизнес преимущественно, микро-малый бизнес, средний бизнес, порядка 20% это самозанятые, и порядка процентов 5-6% это топ-менеджеры, наемные работники. Вот, но очевидно, что форум будет полезен и тем, кто в начале пути, как минимум с точки зрения посмотреть вот своими глазами на то, что есть у нас на Дальнем Востоке прекрасные примеры людей. Ну вот хочется, не хочется позиционировать форум просто как форум-тусовка, что все пришли, лицами поторговали, а вот пополнить свою телефонную книгу нужными контактами, то точно да, с этой точки зрения это будет полезно. Руслан, ну не в первый год уже проводится форум «Не Москва», мы об этом сказали, уже, наверное, есть возможность как-то проанализировать. Есть ли какие-то, может быть, интересные примеры, особенно начинающих предпринимателей, кто пришел на форум, что-то узнал и действительно взлетел? У нас есть примеры того, я всегда мечтал сказать фразу, на полях форума было подписано соглашение, это прям серьезно звучит. И вот в прошлом году, да, у нас одна из компаний нашего города, локальная подписала соглашение с другой крупной нашей торговой сетью тоже о сотрудничестве, да, и поставляет теперь свою продукцию. Объем там полученных денег, ну, хороший, скажем так, да. Там второй пример, да, девелоперская компания на форуме собрала более, там, ста заявок на закрытую предпродажу своего, там, нового жилого комплекса, да. То есть практическая польза от этого есть, и это то, над чем мы стараемся заморачиваться, чтобы это не был просто форум тусовок, где все пришли, что-то походили и, ну, и хорошо. У многих, наверное, сейчас возник вопрос, как все-таки принять участие, где купить билет? На сайте немосквау.ру, вот на сегодняшнее утро я смотрел из 403, да, обещанных там гостей, у нас там осталось порядка 30 билетов, одной только из ценовых категорий, вот. Поэтому там же можно более подробно изучить программу двух дней, посмотреть на спикерский состав, ну, и присоединиться. Очень многие приезжие, у нас, кстати, в этом году на форуме «Немосква» едут с Москвы. Наконец-то это случилось в этом году. Для меня это такая отдельная гордость. И многие, кто приезжают, говорят, мы не знали, что на Дальнем Востоке вот такого там уровня, да, по содержанию, по смыслам проходят события. Поэтому я искренне рекомендую каждому, кто вот в сторону предпринимательства смотрит или кто уже на этом пути стоит, а еще лучше идет по этому пути, да, прийти в эту пятницу, ну, и в субботу на форум «Немосква» и посмотреть, послушать своими глазами. Здорово. Спасибо большое за эту беседу. Желаем только успехов, но всем предпринимателям задуматься. И если вы еще не участник, то принять участие. Руслан Ибрагимов был у нас в гостях, предприниматель, автор образовательного проекта «Немосква». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова